Даже неискушенным взглядом видно, что дерево нездорого. Кора покрыта мхом, древесина гниет и, как следствие, это источник повышенной опасности для прохожих. В Самаре были случаи, когда аварийные деревья падали на машины и травмировали людей. И вот город постепенно избавляется от состарившейся зелени. В эпоху стремительного индустриального развития городу нужны были зеленые легкие. Тогда было принято решение высаживать пуховые тополя, карагач и остролистные американские клёны. Это деревья сорных пород, но они позволяют быстро насытить воздух кислородом. Сегодня они уже отживают свой век и настало время заменить их на другие деревья, более качественные, премиальных пород. Тополь не дуб. Его век не более 50 лет. После этого он становится потенциально опасным для окружающих. Очередную партию таких деревьев отправили на свалку из сквера на площади Куйбышева. На их месте будут посажены молодые благородные деревья, а тополиный пух постепенно останется только в известной песне Григория Пономаренко. Тополя, честно говоря, я от них просто подыхаю. Просто вот вхожу и начинается вся у меня аллергия, и глаза пухают, и чихают, и все такое. Да, те, которые засохли деревья, конечно, выкорчевать точно. Я считаю, что деревья в парке уже надо сменить. Карагач, тем более такая порода, как сорняк, считается. Попробовать все это, уничтожить эти деревья и посадить какие-нибудь другие деревья, те же березы. Они смотрятся красивее, красивее. Елки тоже красиво смотрятся, как говорится, и зимой, и летом. Но мнения по этому поводу неоднозначны. Многие жители Самары обеспокоены тем, что перед деревья. Тем более, что все помнят историю, когда возле Цумы Самары были варварски уничтожены и разграблены голубые ели. Горзеленхозе уверяют, что на этот раз все под контролем. Убирают старые больные тополя, на их месте появятся молодые пирамидальные. Здесь сносились деревья, те, которые аварийные, пухопилящие тополя, которые вызывают аллергию у жителей этого района, которые здесь отдыхают. И плюс ко всему тополь – это такое дерево, которое очень ломкое. Поэтому произведена валка. После этого опять-таки будет комиссионно определено посадка деревьев вместо тех, которые мы снесли. А в перспективе планируется облагородить всю растительность на территории Самары, постепенно заменяя старые, отжившие свой век деревья на те, которые подходят по современным стандартам благоустройства. Олег Зверев, Сергей Баскин. События.